МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Тимиртау снова почернел снег. Столичные специалисты заявляют, что во всем виновата погода. Но экологи и местные жители уверены, их травят промышленные предприятия. Ушел и не вернулся. Семья разыскивает молодого человека Валерия Маршавина. Дурной пример заразителен. Вслед за балхашскими хулиганами карагандинские злоумышленники также стали без повода резать шины автомобилей. Всего в областном центре пострадали 25 автомашин. Неблагоприятные погодные условия. Таковы основные причины черного снега в Тимиртау. Такие заявления в правительстве сделал вице-министр энергетики Ганни Садибеков. Между тем, в считанные дни свежевыпавший снег вновь почернел. Скандал вокруг черного снега в Тимиртау разразился в начале года, когда из-за выбросов комбината весь город покрылся промышленной пылью. Рабочая группа, созданная Акимом Карагандинской области, занялась этой проблемой. В ходе открытого совещания по экологии вице-министр энергетики Ганни Садибеков заявил, что черный снег в городе стал следствием неблагоприятных метеоусловий. Здесь несколько факторов. Основной фактор, хотите вы меня услышать, можете со мной соглашаться или нет, это, конечно, неблагоприятные метеоусловия. Потому что с 1-го, 14 января, 8 дней было без бедря. То есть, как бы все, ни одно предприятие не нарушало законодательство, не превышало нормативы, но в воздухе происходила концентрация загрязняющих веществ. Это мнение вице-министр озвучил и в Астане. Однако независимые экологи не согласны с его позицией. По словам директора областного экомузея Дмитрия Калмыкова, винить погоду нельзя. Списывать на штиль, это то же самое, когда на улице упал, мы говорили, списывать на гравитацию, силу тяжести. Виноват в том, что песок не посыпали. Это исходные условия. У нас иногда не бывает ветра. Когда нет ветра, все вдруг внезапно видят, что промышленность невероятно грязная. Два эколога, у вас разное мнение. Как два юриста, три. Да. То есть причина в том, что промышленность грязная. Я не знаю, кто виноват, но ее надо сделать чище. По данным областного департамента экологии, на сегодняшний день основным загрязнителем окружающей среды в Тимиртау является металлургический комбинат Арселор Миттл Тимиртау. Более 70% всех вредных выбросов. Еще 20% загрязняет компания Безил Групп. И лишь меньше 10% приходится на автотранспорт, печное отопление и другие факторы. А пока на тимиртауских предприятиях идут очередные проверки, жители города ждут улучшения экологической ситуации. Снег недолго был белым. Буквально дней 5-7. И все. И опять черный. И опять этим мы дышим. Все с завода. Опять мы недовольны этим. Конечно, это нереально. Почему они платят штрафы, а никаких мер не принимают. Никакие уловители не ставят ничего. Штраф заплатил и сиди спокойно. А люди пусть этим дышат. Ничего они не начали бороться. Если бы начали, хотя бы один день снег белый был. А то он все время темный. В Караганде третью неделю продолжаются поиски 23-летнего молодого человека. В последний раз Валерия Маршавина видели в ночь с 18 на 19 января, когда он отправился к бывшему работодателю взять денег в долг. Семья пропавшего обратилась в прокуратуру, однако данных по делу пока нет. Бывший начальник Валерия Маршавина Владимир рассказывает, после совместного распития алкоголя в 2 часа ночи Валерий отправился в неизвестном направлении. Он пошел к бывшему начальнику занимать деньги. Получается, бывший начальник говорит, что он ушел от него в 2 часа ночи. Друзьям он сказал, что он проводил его до шлагбаунда. Но по камерам видно, что он оттуда не выходил. Получается, брат поехал один и все. А вот на камерах, там получается, напротив этого литовского двора камера, рядом заправка камеры и напротив, получается, 2 плюс 1 СТО. И вот и там на камерах смотрели, вот друзья смотрели. На камерах видно, что он оттуда не выходил. Получается, утром в 6 утра минут на 7 гаснет свет. Получается, там внутри, в этом литовском дворе, там как фонарь, не фонарь. Он гаснет, и получается, на камерах не видно, что там происходит. Когда свет включается, там вот пробегает человек. Видно. Дурной пример заразителен. Вслед за балхашскими хулиганами карагандинские злоумышленники также стали без повода резать шины автомобилей. Всего в областном центре пострадали 25 автомашин. Но лишь 10 человек официально обратились с заявлением в полицию. За одну только ночь у десятков автомобилей неизвестные пробили колеса. Большинство автовладельцев решили не писать заявление, ссылаясь на занятость и отсутствие свободного времени. На тех автомобилях, где есть видеорегистраторы, изъяты записи, поскольку лица хулиганов могли попасть в объектив камер. Автовладельцы считают, что эту тенденцию подхватили несознательные граждане после того, как в Балхаше хулиган испортил колеса на 50 машинах. Сегодня в органы внутренних дел Караганды поступило заявление от 10 человек. Материалы зарегистрированы по статье «Хулиганство». По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство». Сотрудниками Юго-Восточного отдела полиции у воды города Караганды принимаются меры установления задержания подозреваемого. К другим новостям. 2 февраля в Театре имени Станиславского состоялось прощание с видным общественным деятелем, участником Великой Отечественной войны, Дюстимбековым Камали Жуматаевичем. С полным кавалером Ордена Славы, ветеранам труда, прощались родные, близкие и друзья. Отдать дань Камали Жуматаевичу прибыл также Аким Карагандинской области, Ирлан Кушанов и депутат парламента Нурлан Абдеров. 1 февраля на 94-м году ушел из жизни видный общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Дюстимбеков Камали Жуматаевич. В 1942 году в 17-летнем возрасте он ушел добровольцем на фронт. Участвовал в боях за освобождение Сталинграда и Украины. 6 мая 44-го в битве за Севастополь сержант Дюстимбеков был тяжело ранен. После возвращения домой Камали Жуматаевич работал заместителем директора кирпичного завода. В разные годы работал секретарем Ворошиловского райкома Комсомола, секретарем партии и председателем райисполкома Жанаркинского района. Камали Жуматаевич прожил яркую и насыщенную событиями жизнь. Я знал дядю Камали с детства. Можно сказать, что я рос перед его глазами. Когда я стал Акимом области, мы с моими коллегами часто ездили к нему, интересовались его делами. Наша последняя встреча состоялась 31 декабря. На этой встрече царила особенная атмосфера. Мы думали, что он будет жить еще много лет, но, как оказалось, его слова благословения были прощальными. От имени председателя Можелеса парламента Нурлана Нигматулина, уроженца Караганды, слова соболезнования передал депутат Нурлан Абдиров. Камали Жуматаевич посвятил свою жизнь службе народу, его развитию и светлому будущему. Своими благими поступками он стал почтенным аксакалом своего народа. Бесспорно то, что его путь станет примером для следующего поколения, а те прекрасные качества, которыми он обладал, навсегда останутся в сердцах его родных и близких. Пусть он покоится с миром. Даже выйдя на заслуженный отдых, Камали Жуматаевич продолжал активную деятельность. Был членом Президиума областного совета ветеранов. За трудовые заслуги награжден орденами Октябрьской революции, Трудового красного знамени, Орденом Курмет. Это далеко не все его награды. Он также является почетным гражданином Карагандинской области, Жано-Аркинского и Шетского районов, города Караганды. Камали Жуматаевича похоронили на кладбище возле поселка Курлес. Андрей Тенжас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вырастить овощи, фрукты или зелень без грамма почвы. В Караганде освоили необычный метод культивирования. Базилик и рукколу выращивают в теплицах с аэропонными установками. В 2017 году команда, реализующая проект «Эзертис» в лице Армана Тосканбаева, Морал Еркебулан и Диаса Тастанбекова заняла второе место в конкурсе «Стартап Болошак». Денежный грант в сумме 6 миллионов тенге послужил толчком для создания аэропонной теплицы. Аэропоника – относительно новое явление, больше известное как процесс выращивания растений в воздухе. Данный метод позволяет культивировать растения на специальных питательных растворах. С помощью незамысловатой установки вода, обогащенная минералами, распыляется, а затем циркулирует обратно в бак. Производство, построенное на аэропонике, не зависит от факторов внешней среды. То есть растению нужно что? Растению нужно питание, свет, тепло, воздух, газы и вода. То есть если все вот эти вещи им дать, растение будет расти, вне зависимости от того, как оно его получило. Соответственно, мы можем давать питательные вещества не через почву, а через воду. А эту воду мы распыляем. То есть в этом как бы и суть. Эта технология актуальна тем, что экономит водные и почвенные ресурсы. Казахстан – это страна с дефицитом воды. Можете послание президента даже почитать, он об этом прямо говорит. А в плане земли, казалось бы, много земли, но какой толк от большого количества земли, если мало воды. Хотя аэропоника не так популярна в Казахстане, как в Голландии, нашлись и те, кто хочет перенять опыт и знания Диаса Тастанбекова и его команды. По словам Диаса, идея обучать людей аэропоники пришла на ум Арману Тусканбаеву. В настоящее время 10 молодых людей из разных городов Казахстана постигают азы вертикального фермерства. Один из них, Касамхан Кожахметов, приехал из Уральска. Он уверен – будущее сельскохозяйственной отрасли за аэропоникой. Аэропоник, гетеропоник – это наше будущее именно в сельскохозяйстве. То есть это ноу-хау, это новое, это не только на уровне государства Казахстана, то есть это на уровне, то есть на мировом масштабе, ноу-хау. Это в будущем, да, это будет реализовываться. На данный момент в теплице выращивают базилик и рукколу. Весной текущего года производители намерены перейти на бесперебойные поставки в магазины и на рынки города. Ряд кафе и ресторанов уже готов закупать продукцию. Запланированная мощность производства – 30 килограмм растений в сутки. Для развития перспективного дела молодые предприниматели ищут в команду знатоков биологии, химии или же физики. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мы можем, я могу. Под таким лозунгом в этом году проходит день борьбы с раком. Медики заявляют, что только ранее диагностика заболевания поможет успешно справиться с болезнью. Карагандинские врачи призывают внимательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить профилактические осмотры. Важная задача Всемирного дня борьбы с раком – преодоление беспечного отношения людей к собственному здоровью. Ведь правильный образ жизни – лучшая профилактика онкологических заболеваний. Известно, например, что возникновение множества раковых заболеваний можно было бы предотвратить только с помощью отказа от курения. Сегодня на первое место выходит ранняя диагностика, ведь зачастую пациенты обращаются за медицинской помощью тогда, когда помочь уже нельзя. Очень тяжело запущенной формулой сегодняшнего дня является рак легкий, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректарный рак, который стоит в первых очередях по запущенности и по частоте заболеваний. И потому в нашем государстве проводятся три скрининговых программы. Это рак шейки матки, молочная железа и колоректарный рак. И массово проводится флюорография, вернее, компьютерная томография проводится, где имеются такие большие аспекты потери запущенности. Во время таких вот декадников карагандинские онкологи выявляют много больных – около 4 тысяч. У 30% из них обнаруживаются онкологические заболевания на ранних стадиях. Около 10% вновь выявленных уже не подлежат лечению. Среди всех онкологических заболеваний лидирует рак молочной железы. Мы располагаем на сегодняшний момент в нашем диспансере достаточно мощным оборудованием и очень высоко специализированным медперсоналом. Проводим помимо оперативного лечения, химиотерапии, лучевой терапии до обследования больных. В них аппаратура достаточно хорошая, хорошее оборудование, цифровые стоят маммограф, цифровой маммограф, на котором проводится выявление опухолевых процессов размерами до полсантиметра, подтверждение диагноза и, соответственно, выбор правильной тактики лечения. Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель даты – привлечь внимание общественности к глобальной проблеме рака и напомнить об опасности и широкой распространенности онкологии. В наше время многие причины возникновения рака хорошо известны, что позволяет предотвратить около трети новых случаев. Общие рекомендации по профилактике рака – здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» завершает выездную серию победы над «Соколом». В третьем заключительном матче выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ карагандинские хоккеисты со счетом 1-4 одержали победу над красноярским клубом. Таким образом, «Сарарка» набрала 9 очков из 9 возможных в этой гостевой серии. Карагандинские хоккеисты сходу пытались навязать сопернику скоростной хоккей. Однако красноярцы с успехом предотвращали все попытки «Сарарки» взять инициативу в свои руки. А к 9-й минуте первого периода хозяева и вовсе открыли счет. Но ненадолго хозяева удержали преимущество. На 10-й минуте отличился Даниил Ердаков. Спустя 3 минуты Артур Лаута увеличил счет. 1-2 после первого периода. Во втором периоде у «Сокола» была реальная возможность поправить дела, поскольку 5 минут они играли в большинстве. Но ничего так и не получилось. А вот карагандинцы смогли воспользоваться небрежной игрой красноярцев. Константин Соколов забросил третью шайбу ворота соперника. 1-3 после второго периода. Весь третий период команды играли на встречных курсах. Под занавес матча тренерский штаб хозяев сменил вратаря на шестого полевого игрока. Удаление у «Сараарки» заработал Георгий Гелашвили. Игра продолжилась в формате 6 на 4. Однако ошибка «Сокола» в зоне соперника привела к четвертому взятию ворот. Итог матча 1-4 победа «Сараарки». Это восьмая победа подряд карагандинской команды и третье место в турнирной таблице. Следующий матч «Сараарка» проведет в рамках казахстанского дерби. 11 февраля карагандинская дружина примет на своем льду усть-каменогорская торпеда. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауполкстер. Редактор субтитров А.Семкин